Всем привет, с вами снова Ева, мы продолжаем играть за оленя, который бегает и все еще пытается скрыться от всяких там кабанов, оленей... Олень, что ты делаешь, господи, ну хотел подкинуть этот ящик вверх, ничего себе, почувствовался каким-то бодибилдером. Охотники меня уже не пугают, как раньше, потому что я их тупо пробегаю, мне насрать на каждого охотника, на каждого паука, на каждую летучую мышку. Ну, конечно же, кроме телочек, вы понимаете, к телочкам я до сих пор так и неравнодушна, как мы с вами привыкли. О, ё-моё, это кто? Давай бей его скорее. А, всё, вспомнил, вспомнил, нам же говорили старейшины, помните то, что нас ждет босс черепахи и попросили убить его. И... вот, не знаю, чем убить его. За мной еще этот маленький олененок бегает, господи, олень, давай сделай что-нибудь. Прыгай на него, бей его тоже, почему бы тебе не помочь мне? Мне ничему убить, у меня вообще никаких айтемов нету, кроме невидимости. А невидимость не действует, к сожалению. Но смотрите, я могу прыгать наверх, это уже большой плюс, потому что сверху можно ждать пока тригеймса хп. Не юзая всякие блинчики, как и раньше. А потом спускаться вниз и бить черепаху, когда у меня откатывается уже голубая линия полностью. У нас всего 15 день, кстати, помните, до этого мы играли с вами, аж дожили до 40-го или 50-го дня. И, блин, кажется, он зажал меня, факт. Да, он зажал меня, хорошо, что у меня были запасные масочки. Их 4 штуки, что ли, было? Нифига себе, я думала, у меня больше 3 еще ни разу не набиралось. Больше 3, почему я сказала, больше 3. Так, у меня все отрекенилось. Блин, ты меня от черепах, только не зажимай, пожалуйста. И еще немножечко не могу понять, в какой момент конкретно его бить. То есть, когда он вытаскивает голову или атакует в один из этих, по-любому. Потому что тогда у него, оказывается, открыта голова, и он не может ничего сделать. Не, он точно никогда прячется в панцире, потому что если он в панцире, то, как вы знаете, в панцире черепашечку не пробиваем. У, я открыла случайно тайничок. Иди-ка сюда, черепашьоль. Иди скорее ко мне, мне нужно забрать тайничок. Смотрите, мой маленький малыш, так и пытается его атаковать. Не знаю, на самом деле, не уверена, атаковать он его пытается или боится. Где он? Вот он. Слава богу, ты не убил моего мелкого, кракозябру. Давай! Еееее! Мы побили его. А мой маленький кракозябра так за мной бегает. На самом деле, было бы круто, если бы он... Что-то я сейчас забрала. Нет, это у меня уже было, но я это просто хочу заюзать. Я не знаю, что я сейчас еще взяла. То есть, заюзаю клевер. Не буду думать о том, что я еще взяла, потому что я хочу получать больше. Итемов у меня заканчивается сейчас предмет в инвентаре. И скоро уже будет нечего мне против боссов противопоставить. Я не знаю, сколько их здесь, честно говоря, без понятия. Мне кажется, что их тут бешеное какое-то количество. Откуда вообще паук? И где? Видите? А, все, видел он там. За сталактитом. Сталактитом, по-моему, спрятался. Да, сталактит... Господи, как их много. Сталактит, это, по-моему, нижняя, сталагнат... Сталагнит, это верхняя, а сталагнат, это когда они соединены, если я не ошибаюсь. И вроде мы сейчас пробегали по пещере, по всей, и не увидели ни одного сталагната. Да? Да. Я наверх сейчас бегаю, посмотрю, что там сверху, потому что я боюсь пропустить, либо... Так. О, да ладно. Да ладно. А я думал, нам нужно со старейшиной поговорить, чтобы он нам дал квадратик, который можно будет заюзать на Стеллу. Но нет, тем не менее, мы взяли этот квадратик прямо с черепахи. Вместо того, чтобы задарить нас всякими ништячками, черепаха сразу дала проходной и там это... О, поговорить. Ты вернулся. Что это? О, ты вернулся с реликвией. И спасибо тебе большое за то, что позаботился об этой раздражающей черепахе. И сделай, пожалуйста, мне еще одну услугу. Отнеси вот этот вот хеблок, темной ведьме, которую зовут... Не успела как прочитать. Ну, в общем, короче, нужно ей эту штуку отдать. Но будь осторожен, потому что она вообще не любит оленей. То есть к оленям она относится с явным негативом. Интересно. То есть она будет спросить, кто это прибежал за мной? Она бежала со мной. Она хотела со мной что-то сделать. Но, к сожалению, я нашел еще одну девочку. О-о-о, олениха. Не фига себе. Они такие дерзкие. Смотри, теперь за мной бежит целая семья. Привет, семья оленей. Сейчас я помогу вам. Перебрасывайте со мной на другой край. Угу. Понятно. У-у-у, голода, господи. Как олененок-то выжил. Это что это такое? Как Бэтмен. Внезапно прямо по иголкам пошел. Бобры меня не трогают. Лисичка. Ее можно убить. Не, не буду ее убивать. Крен с ним. Не понимаю, что это сейчас такое. Огнем дышит тут из стороны в сторону. Лисичка, боюсь, и так умрет от этих огней. Вообще, я заметил, что маленький олененок может спокойно пробегать через огонь. Ничего ему не будет. Корова, да, корова. Все, бежим дальше. Олененок. Олененок там остался. Он хоть и выжил через шипы, но прыгать за мной дальше не смог. У него не хватило силы запрыгнуть вот на такую большую струбу. Оленика, прости, пожалуйста. Я хотела куст разрушить. Не вовремя подошла. Гриб. Гриб, который мы можем поставить. Он вырастает огромным, и мы можем на нем прыгать высоко-высоко, далеко вверх. Дико-браток не трогаем. Идем дальше. Я помню, было время, когда я обучала маленькую девочку. Ну, как маленькую? Господи, мне было-то самой лет 8, наверное. А ей того, гляди, меньше. Лет 5, может быть, года 4. И мне почему-то нравилось в то время играть в школу. Уж не знаю, с чего вдруг. Но мне было легко. В первом, втором, третьем классе там программа была для, скажем так, прямо начинающих школьников, что очевидно. А родители меня очень даже неплохо подготовили к школе. И поэтому большую часть информации, которая поступала мне на тот момент, я уже знала. То есть и писать могла, и читать могла. Мне было скучно. Поэтому я взяла себе, скажем так, подопытную жертву и ей рассказывала все, что я знаю. То есть ее и так в школу доставала, потому что она ходила в подготовительную группу. Она еще не ходила в первый класс. Я, по-моему, да, по-моему, ей лет 5 было. Господи, можно там брать? И там отлично. Хотела взять маску, да, и напоролась в медведя, который эту маску охраняет. Ну, я думаю, что можно его убить, чтобы восполнить наши запасы масок. Я, наверное, возьму неуязвимость, заюзаю. Тогда он не сможет не сделать ни одного удара. Да, и плюс атаку. Угу, отлично. И теперь олень сможет убить медведя. Во, за пару ударов. Я не знаю, правда, зачем я это делала. Я могла просто бежать дальше с тремя масками и забить на ту четвертую. Но нет, нет, это слишком просто для Евки. О, господи, с одного удара умерла лисичка. Обалдеет. Давайте всех убивать с одного удара, пока есть возможность. Тем более, они нам никакого дамага не наносят. Да. Можно? Ну, слава богу. А, о, я думала, нам это ни к чему. Оказывается, к чему. Потому что там внизу все-таки лежит желтый квадрат. Я его сначала не приметила. Точно не знаю, что дают нам эти желтые квадраты. Может быть, опыт. А может быть, если ты соберешь их много, они дадут тебе какое-то новое умение. Я этим вопросом не задавалась никогда. Но просто их собираю, потому что вот так вот надо. Вот, берем еще одного негритенка с собой. Так вот. Обучала ту девочку, которая сходила на дошкольную программу. Рассказывала про сталактиты, про сталагниты, про сталагниты, про сталагниты, про пещеры, про всякие, про птичек. Господи, как она ненавидела заниматься со мной. Если я приходила к ней в гости, а на тот момент я очень часто вставала с ней в гостях, потому что мои родители много работали и оставляли меня на ночь у кого-то из друзей. Если я приходила к ней в гости, она уже знала то, что все, мозги ей будут вынесены за эти 2-3 дня. Она хотела бегать, прыгать, ну как все нормальные дети, не играть в школу. У меня здесь никаких ништяков нет. Все, выходим. Выходим, а лень, что ж меня не послушала ты с самого первого раза. Да, и я не просто тихо не пыталась закончить это мучение. Мне нравилось. Мне нравилось, а что нравится другим, меня абсолютно не волновало. Точно так же, как, знаете, у меня была соседка с третьего этажа, которая обожала, обожала просто истерики играть в магазин, в продавца. У нас это называлось не в магазин, а в продавца. Листики это денежки, ну и тому подобное, вы сами знаете. Наверное, многие из вас играли в продавца. Так вот, ей нравилась эта игра, ее мало волновало, что это такое. Ну-ка, зайдем на эту... О, та самая ведьма, нужно с ней поговорить. Ах ты, грязный-грязный олень, ну-ка, шу, шу из моей пешеры, не подходи сюда, или я превращу тебя в жабу. Гля, женщина, слово. Действительно, хотела и превратила. Спасибо большое, а можно ли мне как-то, ну, типа, в оленя обратно превратиться? Наверное, я вот здесь вот снаружи превращусь в оленя, зайдем обратно, и она уже перестанет колдовать. Может быть, я, конечно, не уверена, но... Таким образом, надо просто отдать ей предмет. Что я могу еще сделать? Не, гляньте, не можешь успокоиться. Ой, ну и все, нахрен, пойду дальше. Я, знаете, что подумала тут? На самом деле, может быть, можно как-то наверх запрыгнуть, потому что я вспомнила, что там над ведьмой есть полочки, которые помогают нам справляться с ее колдовскими чарами. Не зря же у нее такое большое убежище. Хотя, я не знаю, мы посмотрим, потому что, если ее колдовство летит на втором плане, то есть за полочками оно будет как-то возникать, она все равно заколдует. Так, да-да-да-да, шу-шу-шу. Смотрите, вот эти полочки. Нет, слава богу, нет. Колдовство через полки не проникает. Ну, интересно, сколько она будет колдовать. Я, вроде как, почитала на форуме сейчас то, что она должна выдохнуться просто. Ну, как бы, мол, ты убегаешь, и тогда она не может тебя заколдовать и быстро выдохнется. Ну, что-то она как-то не выдыхается. Также парень там один в комментариях писал, что у него эта ведьма забагала, и она колдовала до бесконечности. Так что, хрен знает. Я уже прям устала ждать. Ведьма, что ты там? Хорош. О, она выдохлась, выдохлась. Все, замечательно. Ах, ты маленький проказник. Ты, должно быть, научился этим трюкам от своих старейшин. Ничего себе, что это такое? Спасибо большое, очень приятно. Теперь найди мою сестру и отнеси ей вот это. Она любит оленей, так что она будет рада тебя встретить. Хорошо, спасибо большое, злая ведьма. Нам осталось только встретить сестру. Не знаю, зачем я бегу назад, но мне хочется проверить, есть ли тут сестра. Хотя, как бы, это нелогично, да? То есть, ставить сначала злую ведьму по квесту, а потом через некоторое время назад относить ее сестру. Но нет, нет. Мне в Астелу ничего внести не могу. Мне сестры здесь нет, что, в принципе, было ожидаемо. Так вот, та девочка обожала играть в продавца. И заставляла меня это делать. То есть, блин, я обожала гулять у себя в дворе. Ну и, в принципе, мне далеко не разрешали уходить. Мои родители относились к тем, кто был очень обеспокоен тем, где гуляет его ребенок. Ну и, собственно, дальше двора мне уходить не разрешали. Даже в соседний двор идти гулять, это просто строжайшее нарушение. Я задумалась. Господи, нет. Не умирать, главное. И я умерла. Просто потрясающе. Потрясающе. Спасибо большое. Отлично. Как-нибудь передальше-то забираться. А, точно, я же могу делать двойные прыжки. Что-то я сразу об этом не подумала. Знаете, это такие моменты, когда голова не знает, что делать, а руки помнят и продолжают повторять заученные движения. Так, ну мы идем дальше. Мы все еще ведьму добрую не нашли. Нам нужно ее найти, поговорить, отдать какие-то совершенно ненужные предметы, которые сейчас у нас в инвентаре валяются. Я не знаю, как долго нам еще придется бежать. Я даже помню, что что-то вам недорассказала. Но мне хоть и бей в голову не приходит, что? Что это такое? О-о-о-о! Это старик, который стреляет. Не-не-не-не-не-не-не, я с ним связываться не буду. Хотя, знаете что? Буду. Вот буду, вот сейчас вернусь и, короче, поубиваю, потому что мне кажется, что здесь какие-то ништяки валяются в его убежище. Можно будет их найти, если убить эту старикашку. Нет, здесь, короче, у нас паси-хард какой-то происходит у печки. Свечка сошла с ума. Это явно не людских рук дело. Но ничего так я и не подобрала. Так что бежим дальше. Я все время боюсь, что белую штуку наступать. Мне кажется, что... Ух ты, какой волчар-то огромный! Охренеть, он еще и прыгает высоко! Ну, недостаточно высоко. Слава богу. Не настолько высоко, насколько может прыгать олень, так что он здесь не может. Но мне интересно, как я могу куб теперь тот... Оу-оу-оу-оу! Оу-оу, я не жарюсь! Шикарно! Как я могу тот куб теперь свалить? Потому что волку не мешает. Ну, эти два понятно. А вот там волчок-то меня не подпустит, мне кажется. А-а-а! А-а-а! Нет-нет-нет! Нужно немножко хп поднабрать. Покушать. Если когда покушаешь, когда полная линия зеленая, хп регенится быстрее. И теперь получить немножечко навыков. Вот. Это что это у нас такое? Шар окненный. Наверное, я могу теперь стреляться фаерболами. Ну, это не точно. Я просто подозреваю, что так оно и есть. Я что-то вам все-таки не договорила. Я помню, о чем-то я очень так прям разглагольствовала. Но это прошло мимо меня. Ну, в общем, смысл был в том, что всегда плевать в детстве на чужие интересы. То есть ты ставишь свои превыше других. Ну, как бы не из-за того, что ты плохо воспитан, а просто потому, что ты маленький. Тебе все интересно. Ты хочешь как можно больше всего делать. Блин, еще одно сохранение. Нет, зачем? Я уже там сохраняла. И еще раз эти ящики сваливают тоже. Это не очень смысл. Так что предыдущие сохранения даже немножечко выше сверху. Нет, змея, сегодня не твой день. Я просто пройду немножечко дальше. Пауков-то сколько? Блин, один за другим. Вы посмотрите. Грибы. Я, кстати, говорила, да, что получила ачивку за грибы? Да, вроде я рассказываю. Это в третьей или в четвертой серии, по-моему. В третьей то, что я получила ачивку за большого отца. Ну, точнее, за отца большого семейства. За большого отца. Биг Фадо. Ну, и за то, что ела много грибов. Так что, если к вам подходят дети на улице, или, там, не знаю, дети родственников ближайших, вы там скажете им что-то сделать, хотя они все равно начинают задавать вас кучей вопросов, потому что детей, допустим, практически невозможно чему-то научить. Вот вы пытаетесь им что-то рассказать интересное, и вроде как вам кажется, что это действительно полезная информация, но нет, нет, они будут спрашивать свое. Допустим, у меня и сводная сестра, она сейчас уже взрослая, но когда вот она еще помладше была, я с ней занималась английским языком. Я тогда еще училась постоянно, то есть практика у меня была не то, что сейчас уже много времени прошло, и хочешь не хочешь, английский язык забывается. Прям, прям на лицо, знаете, этот показатель. Всегда мне раньше говорили, я не верила ему. Как можно забыть, если ты учишь его много лет подряд. О, привет, милаш, неожиданный гость. Я, короче, нечасто гостей встречаю, и у меня есть какая-то штука, но только она не может ее получить, потому что скунсы снаружи в ее дворе мешают ей добраться до этого. Может быть, я могу тебе помочь, может быть, мы можем ей помочь, и тогда она отплатит, потому что она хорошая ведьма. Кстати, будь осторожен, потому что скунсы распыляют ништячки всякие из-под своего хвоста. Так вот, я учила ее английскому языку, но она постоянно отвлекалась, постоянно. Было почти невозможно ее сконцентрировать на происходящем. То есть, допустим, ей объясняешь, там, алфавит, что-то запомнила она, да? Как какие слова произносятся, как какие упражнения правильно делать. Вот прям вот дословно ей все объясняешь. Она все равно, короче, там, допустим, не знаю, спрашивает, как у меня пишется слово апельсин по-русски. И, допустим, скажешь апельсин. И вот она его сидит минуту по две, по три, выводит, короче, выкорябывает. Просто апельсин, хотя мы занимаемся английским языком. Но это дети, это как бы нормально, потому что им интересно смотреть по несколько раз все происходящее вокруг. Спасибо тебе большое, олень. Как я сказала, раньше я отплачу. Так, где же, где же это то, что я положила? А, вот оно, забирай. Не знаю, что это такое, но это очень хорошенькое. Может быть, ты даже сможешь это использовать. Спасибо, спасибо. Отличный способ платить тому, кто тебе помог, тем, что тебе не нужно. Ты даже не знаешь, что это. Но, может быть, тот, кому ты это отдаешь, узнает, куда это применить. Спасибо большое. Слава богу, что это квестовый предмет, который мне сейчас очень понадобится, если я найду стеллу. Стеллы здесь раньше были на каждом шагу, теперь они же внезапно куда-то пропали. Ну, естественно, я пойду это искать после прекрасной савочки. Я прям, знаете, чувствую себя, наверное, ведьмаком, потому что Дима рассказывал мне, что ведьмак, он так, это, захож. По тавернам-то, по всяким, где женщин очень много. Ну, и, собственно, мой олень, если уж не ловеласа, не казанова, то точно ведьмак где-то во второй. Хотя, хотя, он же простой охотник. Охотники они те еще, ловеласы. Направо-налево им просто к хлебу не корми постоянно смотрят и ходят. По крайней мере, и в мультиках, и в фильмах так, и в книжках везде так. Ну, на самом деле, мне кажется, жизнь недалека от этого, потому что охотники это обычные брутальные мужики, которые, которые... Не знаю, странно будет с меня сейчас сказать то, что брутальные мужики все изменяют своим женщинам. Тоже Дима брутальный мужик, но он мне не изменяет. Блин, черт. Моя логика немножечко сейчас не поддалась мне же самой. Факт, надо продумать об этом. Ну, я имела в виду то, что там, ну, знаете, борода, все дела, телки клюют. Это особенно сейчас почему-то модно стало. Уж я не знаю почему, но нынешние вини-моды, они все больше меня как-то удивляют. Раньше, ну, не знаю, мускулисты, ответственность. О, нифига себе, надо почаще в дома заходить. Оказывается, столько всяких ништяков лежит. А сейчас борода. Ну, ладно, это, в общем-то, мы с вами выясним потом. Пообсуждаем с вами еще потом все эти ништячки. Всем большое спасибо. С вами была Ева из серии Оленевого Бога. Всем пока.